18 мая в Кашхабльском районе с рабочим визитом побывал временно исполняющий обязанности главы Адыгеи Мурат Кумпилов. Целью поездки был осмотр здания в ауле Кашхабль, где разместится центр борьбы с самбо и дюдо. Объект начали строить в 2008 году. Затем финансирование приостановили и до настоящего времени он оставался незаконченным. Завершить строительство по договоренности с Рио главой Адыгеи взялась компания ООО «Южгазэнерджи». Руководство Республики и генеральный директор компании Александр Богданов встретились на предприятии и обсудили некоторые технические вопросы, касающиеся работы. По словам генерального директора, с 2012 года и по сей день добыто свыше 1,450 млн кубометров природного газа на сумму почти 4,7 млрд рублей. На предприятии трудоустроено более 200 человек. Александр Богданов сообщил, что компания ведет плановый капитальный ремонт действующих скважин и еще дополнительные скважины для ввода ее в эксплуатацию, что позволит увеличить объемы добычи. Так, если в текущем, как и в 2016 году, газовики планируют добыть около 375 млн кубометров топлива, то уже в 2018 году, благодаря модернизации, объемы добычи вырастут на 25-30%. Мурат Кумпилов подчеркнул важность бесперебойной работы предприятия, являющегося одним из крупных налогоплательщиков Кашхабского района и республики. Каким-то классом, да, который для инвестиций готовит, в принципе, с НДС-4 тысячи они отружают, я вспомнил. Сколько лет, да, в Кашхабском районе отружали меньше, да. Когда у нас появятся прямые потребители, у нас есть все технические возможности пробросить шлейфы по другому поводу и напрямую заниматься реализацией, не вовлекая газотранспортную сеть «Газпромтрансгаз». Это бы, например, это было бы совершенно, наверное, другая жизнь. Скажи, пожалуйста, скважина вертикальная? Да. Вертикальная? Нет, у нас вертикальная. Очень глубокая. Пять тысяч, мне сказали, да? Ну, от шести, да. От пяти до шести. И 200 метров в сторону. Это для того, чтобы и призовойная зона была чистая, и лучше, и больше газа. Поэтому эту технологию мы тоже здесь применяем, используем, да. Ну, вообще, для нас важно, конечно, там плановый ремонт был и показатели по экономике, по району, там, чуть динамика отрицательная. Поэтому важно, чтобы до конца года быть влиятельно на свои обороты. И потом увеличивать. Это результат, подчеркиваю, в моменте. То есть у нас в любом случае, да, почему, наверное, фотография, мы с носу идем, то есть какие-то регулярные работы, что-то еще там, бывает, так сказать, понижение, но они потом компенсируются, если ходят. Поэтому все будет нормально, может быть. Другая же тема поездки, значит, долго обсуждался вопрос, значит, завершение физкультурно-оздоровительного комплекса, который начинали, если помните, в Кашхавовском районе. Лимитов не было, долгие годы стояло. Мы хотим вот этот проект завершить за счет рюкзаза. Мы там сейчас поедем, посмотрим. Да, и в соответствии с инициативой руководства республики был разработан новый проект, актуализированный соответствующим всем сегодняшним нормам и правилам для общественных административных зданий. Он сейчас на выходе с экспертизы, он уже готов, то есть с дня на день мы ждем положительное заключение. И в этом году, в ближайшие, я не знаю, может, две недели мы начнем уже работы, строительно-монтажные, и планируем ввести его в эксплуатацию тоже в этом году. Далее в Рио главы Адыгеи Мурат Кумпилов с главным федеральным инспектором аппарата по упреда президента Российской Федерации в ЮФО по республике Адыгеи Сергеем Дрокиным, главой Кашхабльского района Зауром Хамирзовым и генеральным директором ООО «Южгазэнерджи» Александром Богдановым осмотрел здание в ауле Кашхабль, где разместится центр борьбы с самбо и дзюдо. Здесь же на стройплощадке состоялась встреча руководителя республики с активом района. Это спортсмены, тренеры и местные жители. Мурат Кумпилов призвал собравшихся участвовать в благоустройстве нового объекта, отметив, что молодежь, вовлеченная в создание центра борьбы, будет чувствовать свою ответственность за него и охотнее здесь заниматься спортом. Во-первых, хорошо, что мы встретились сегодня, и каждая поездка в муниципальное образование, хотим что-то уточнять, какие импульсы все-таки, какое мнение у того населения, с которым пообщаться, какие рекомендации будут, какие консультации, тогда только принимаем какие-то решения. Если помните, несколько лет назад еще мы вкладывали бюджетные средства, начинали, хотели завершить, не получилось. И была проблема, именно через бюджет завершения этого объекта не было лимитов денежных средств. Все, что мы делаем в экономике, направлено на несколько показателей. Это продолжительность жизни, это демография, это качество жизни. Для чего мы в экономике пытаемся инвестиционный климат улучшить, пытаемся, чтобы экономические показатели были другие. Сегодня вот в Кашхабарском районе Южгазэнерджи, когда начало развиваться, шли к тому, что долгие годы шли к тому, что обсуждали, нужно реконструировать за счет Южгазэнерджи и завершить этот объект. Потому что мы искренне хотим, чтобы в районном центре, в ауле Кашхабаль, был серьезный спортивный объект, потому что несколько причин. Во-первых, сам районный центр и сам аул очень красивый. И мы хотим и развития этого аула, развития этого населенного пункта. Вторая ситуация – очень спортивный. Очень знаменитые люди. Я уже Мухарби Киржинов, Мурат Хасанов сегодня нас представляет в Госдуме. Поэтому хотим искренне, чтобы позитивные вещи сопровождали и были сделаны в ауле Кашхаб. Поэтому шли к этому. Мы обсуждали не раз с руководителем. Сегодня менялись учредители, менялся совет директоров, там были проблемы. Но, тем не менее, сегодня подошли, что мы хотим к концу года завершить этот объект. Но я просил бы, почему собрал сегодня, и попросил, чтобы собрались людей, которые переживают за спорт, переживают за состояние в обществе. Хочу, чтобы мы вместе с вами участвовали настолько, насколько мы можем. Чем больше людей мы вовлечем в эту ситуацию, тем дороже этот объект будет для всего населения Кашхабовского района и Аула Кашхаб. Особенно глава республики подчеркнул, что очень важно закончить все работы до конца года. Очень нужно, чтобы мы вместе с Сашей встали рядышком и отработали, значит, Заура Скорбевич, все вместе отработали, значит, этот объект и к концу года, чтобы мы все были рады. Мы делаем вместе ФОК в районном центре, опять же район быстро, мы там и типовые проекты есть, и все есть. Ему нужно земельный участок, привязать проект к земельному участку и сдать документы нам. Так, Заура Скорбевич, мы готовы поддержать с регионального уровня. Это будет большой ФОК. Вот этот мы завершим до конца года. Сказать, что жители Аула обрадовались этой новости, значит, ничего не сказать. У всех присутствующих горели глаза во время беседы с Муратом Кумпиловым. Глава республики поинтересовался у жителей Аула, есть ли еще другие вопросы, которые их беспокоят. Одной из наболевших тем был износ искусственных футбольных полей. У нас нагрузка на поля идет очень большая. Вы сами знаете, какая, ну, структура, например, СПК-шкабльской спортшколы. У нас 14 тренировок по футболу. У нас у каждого 2-3 группы. И вот нагрузка на вот эти маленькие поля, которые федеральная программа нашла, она идет огромная. У нас бывает, что в день 3-4 тренировки на одном поле идут. И вот эти вот поля, которые они не выдерживают. У нас сейчас вот поле в одной школе, она просто не выдержала. Спорткомитет всегда нам говорил и предлагал такой вариант, чтобы количество искусственных полей было больше. И задача была во всех населенных пунктах, чтобы искусственное покрытие, огороженное, освещенное, чтобы у нас были, мы давали на новые поля. Если спорткомитет сейчас переформатирует, потому что ко мне уже несколько, 3-4 обращения было от главного муниципалитета, и скажет, что надо заменить первое то, что мы уложили, я готов поддержать спорткомитет, но он должен это решение принять как профессионал в этом вопросе. Потому что несколько обращений таких есть. Мало того, с выездом еще фотографировать и показать какие-то поля. Но там еще одно ное есть. Группа мышц, которая работает на искусственном поле и на натуральном, разная. Значит, и важно, чтобы вы не забивали детей вот только на искусственном поле. Нужно, ну, вы лучше это знаете. Мы готовы с вами идти, готовы поддерживать, готовы. Ставьте задачи и спрашивайте с нас. Никаких вопросов плохих я в этом не вижу. Ну, мы тоже со своей стороны будем целевые показатели у вас спрашивать. Почему так, а не так? Почему такая ситуация? Потому что мы же все понимаем, это наше будущее. Мурат Карабеевич выделил поле. Оно лежит в односоте. 12 миллионов рублей сейчас на государственной экспертизе. Вот в ближайшее время начнем. Это поле более современное, чем остальные искусственные. Оно полноценное, уже другого поколения. И там, ну, в районе интересно будет проводить. Это как за белой у нас, вот то, что стадион сделали. Ну, к ней тоже надо относиться очень, ну, и строить, да, и бережно. И важно, что, ну, вот все-таки вспоминаю, вот в советское время, посмотрите. Не было, может быть, столько объектов, но люди занимались. Идеология была. Важно, чтобы вы привели эту идеологию здорового образа жизни, правильных поступков и так далее. Авторитеты только лучшие люди. Лучшие люди района, лучшие люди населенного пункта. Самое лучшее, если эти люди, вот с твоей улицы, с твоего аула, которых ты знаешь, видел, их опыт, их пример, их судьба, когда становится твоим примером. Это самое лучшее. Потому что он не на фантазиях чих-то, а прям на глазах это происходит, и на глазах эти примеры получают. Тогда это возможно культивировать. А вы все можете это сегодня делать. В свою очередь, Заур Хамирзов по этому поводу высказал следующее. Мы видим проект, долго к этому шли. Матер Альберевич, спасибо большое и вам, Александр Александрович. Прямо вот напротив вот этого зала выделили земельный участок, именно под ФОК, о чем говорит Матер Альберевич. Сейчас типовой проект мы должны ближайший. Уже получили. Ближайшая заявка на участие, естественно, мы подадим. Для этого нужно создать условия. И вот все идет к этому. Все остальное зависит от нас. Будем хорошо работать, будет результат. Компания ООО «Южгазэнерджи» взяла на себя большую социальную нагрузку, за что мы им очень благодарны, говорит Мурат Кумпилов. Конечно, по этому проекту вот долго подводили Александра Александровича. Не сделали бы, все равно бы относились уважительно к предприятию, к руководителю. Все равно помогали бы им, потому что они в экономике дают прирост. Они там в рабочих мест более 200 человек. Из Кашхабля очень многие работают. Мы бы и так, и так помогали. Но то, что они социальную нагрузку сегодня берут, конечно, им большая благодарность. То, что они отозвались, и то, что сегодня взялись за эту работу. Пожалуйста. Я только хотел сказать пару слов о проекте. То есть это здание, оно будет реконструировано, будет сделана пристройка, будут сделаны два основных зала, два основных ковра для борьбы. Будет зал силовой подготовки. И все, что положено по нормам. Душевые, раздевалки, медицинский кабинет, помещение для администрации этой школы. И порядка 200 человек вмещает это здание в качестве зрителей, если проводить какие-то там турниры, какие-то соревнования. Буквально, я уже говорил, несколько дней проект выйдет из экспертизы с положительным заключением. Средства у нас есть. Все у нас как бы есть. И для того, чтобы в ближайшее время начать непосредственно строительно-монтажную работу. Мурата Корольбеевича я очень хорошо знаю. И могу с уверенностью сказать, что все им сказанное будет выполнено, говорит главный федеральный инспектор аппарата по упреду президента РФ в ЮФУ по республике Адыге Сергей Дрокин. Уважаемые друзья, я просто, поверьте мне, знаю прекрасные деловые качества Мурата Корольбеевича. И я больше чем уверен, даже в этом не сомневаюсь, я ручаюсь даже за это, что все, что было сказано сегодня исполняющим обязанности главы республики, это все будет сделано на 100%. В конце года, я вас уверяю, этот спортзал будет запущен. Хочу пожелать, чтобы в следующий 2018 год вы уже начали заниматься в этом прекрасном зале. Я уверен, что он будет самым настоящим, самым современным. Итоги встречи подвел глава республики Мурат Кумпилов. Мы заканчиваем этот зал, футбольное поле укладываем, а там серьезная надо работа, потому что и дренаж, и все нужно делать. И параллельно работаем над физкультурно-оздоровительным комплексом, который будем заявлять в федеральную программу. Также в этот день в Рио главы Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в гостях у многодетной семьи Таловых. Глава семьи Руслан Талов более 25 лет работает в строительстве, а его супруга Бэйла Талова – руководитель физического воспитания в детском саду номер один Алла Кашихабль. Бэйла Талова дважды становилась призером республиканского конкурса «Воспитатель года Адыгеи» и победителем муниципального конкурса «Воспитатель года». Свои таланты и трудолюбие супруги Таловы передали и детям, которых в семье пятеро. Гостей принимала Бэйла и трое младших детей – Атвана, Амир и Амина. Ребята рассказали Мурату Кумпилову о своих успехах в учебе, продемонстрировали дневники с оценками «Хорошо» и «Отлично». Амир Талов является игроком детской футбольной академии ФК «Краснодар». Юный спортсмен показал руководителю региона завоеванные медали в различных первенствах. Вы являетесь примером для молодых семей района и республики. Вы воспитываете пятерых детей, активность и целеустремленность которых можно увидеть уже сегодня. Уверен, что в будущем они еще порадуют нас своими успехами и войдут в число тех людей, которые прославляют.